Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Предпринимателям в Таджикистане становится все сложнее работать в стране. Более 22 тысяч индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность в Таджикистане в этом году. Массовый исход связан с низкой платежеспособностью и большими налоговыми поборами. Мехрангестру Сунзаде продолжит тему. Предприниматели, которые начали свою деятельность всего лишь два года назад, сегодня уже думают о том, чтобы свернуть свой бизнес. В республике индивидуальный предприниматель может работать как по патенту, так и по свидетельству. Свыше 18 тысяч человек сдали свои патенты в этом году. Более 4 тысяч вернули соответствующим органам свидетельства на предпринимательскую деятельность. На условиях анонимности собеседник АВПР отметил, что если сегодня ситуация с налогообложением в Таджикистане не улучшится, они будут вынуждены закрыться и начать свой бизнес за рубежом. Например, что-то ты открыл, да, государство, как? Да, 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 так это есть. В России не так, там малым организаторам дают 5 лет, чтобы раскрутить без налогов. Здесь хорошо не 5 лет, ладно, хотя бы год. Год, да, еще магазин новый при том, что получается не раскрутить. Между тем, регистрацию индивидуального предпринимателя или прекращение малого предпринимательства в налоговом ведомстве считают обычным явлением. Согласно данным налогового комитета, по состоянию на 1 ноября этого года зарегистрировано более 53 тысяч хозяйствующих субъектов в республике, что на 29 тысяч больше по сравнению с началом этого года, отмечает пресс-секретарь налогового комитета Махбуба Усмонова. Отмечу, что регистрация и закрытие малого предпринимательства является обычным делом. Цель внедрения единого окна являлась в том, чтобы наши предприниматели могли спокойно в любое время зарегистрировать или прекратить свое дело. Многие индивидуальные предприниматели, которые прекратили в этом году свою деятельность, это те, кто начинал работать в начале 2000-х годов и в 2015-м по различным причинам решили официально прекратить свою работу. Экономист Амиджана Сирджанов считает, что основными причинами сворачивания бизнеса и ухода предпринимателей в тень является высокая стоимость таможенных пошлин, повышение налогов, уменьшение доходности бизнеса и падение покупательной способности населения. Население имеет денег, потому что основная масса денежных средств, которые поступало им, это были переводы трудовых мигрантов. Так как переводы сократились, уже покупательная способность населения уменьшилась, упала. Если упала покупательная способность, значит бизнес, он не может существовать, если у него не будет продаж. Из-за этого упали объемы продаж и те постоянные расходы, которые имеют предприниматели, они в результате не покрываются его доходами. Поэтому они принимают решение, чтобы сворачивать бизнес и закрываться. Алишер Собуров, эксперт по экономическим вопросам, отмечает, что государственные аппараты усиливают давление на бизнес, в то время как, согласно теории предпринимательства, бизнес уходит туда, где удобнее работать. Он отмечает, что сворачивание бизнеса – первый признак того, что в будущем наше экономическое положение может быть еще хуже. По-моему, именно сейчас необходимо создавать условия для бизнеса, сделать привлекательным предложение работы даже в трудных условиях, сохранение бизнеса, сохранение рабочих мест, сохранение какой-то стабильности для народа. Это гораздо важнее недополучение штрафов и налогов. Причем, возможность их получения сохраняется. Между тем, Фархот Абдурахманов – один из немногих, кто решился во время экономического кризиса открыть свой бизнес в стране, у него спасал он. Его решение вызвало удивление у многих, поскольку очень сложно развить бизнес, когда платежеспособность населения такая низкая. Фархот считает, что его решение лучше, чем совсем оставаться без дела. Таджикистан очень зависим от внешних факторов. Огромное количество наших граждан в России в трудовой миграции. Именно посмотрев на тот пример России, это и подтолкнуло, вдохновило именно начать это дело в такой сложный период именно здесь, в Таджикистане. Несмотря на то, что сложная обстановка с конвертацией валюты, с нестабильным рынком, мы решили попробовать именно не отчаиваться и не ждать лучших времен. Оценив ситуацию, проконсультировавшись с нашими партнерами из финансовых учреждений, попробовав просчитать финансовые рынки, мы приняли решение выйти на рынок Таджикистана. В течение последних недель многие таджикские предприниматели терпят убытки в результате курсовых колебаний доллара. Таджикский самонет стремительно падает, пункты обмена валюты закрыты, в банках купить доллары по выгодной цене невозможно. Вот и приходится людям экономить деньги в ожидании более тяжелых времен, говорит предприниматель Нудера Хусейнова. По правде говоря, мы на все свои деньги покупаем доллары, потому что не знаем, какова будет ситуация и на сколько пунктов еще упадет сам они. Мы не тратим попросту деньги, покупаем только самое необходимое. Денежные переводы трудовых мигрантов сократились на 65%. Мигранты массово возвращаются на родину, а рабочих в мест стране практически нет. Для улучшения ситуации власти пока не предпринимают конкретных действий. Предприниматели ждут от правительства более серьезных шагов, направленных на улучшение условий ведения бизнеса. Репортаж подготовила Мехрангес Турсум Задея Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете. www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку. IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.